Большая вода и ее качество. В Кирове прошел круглый стол с участием надзорных органов в сфере природопользования и метеорологов по вопросам предстоящего половодия и его возможным последствиям. Подробности у Кирилла Сосолятина. По прогнозам специалистов, весенний паводок в этом году начнется не ранее второй половины апреля. Количество осадков нынешней зимой не превышало среднее многолетние показатели, поэтому уровень паводка ожидается невысокий. Тем не менее, в прогнозе Гидрометцентра России Киров пока значится в списке городов, где возможно подтопление жилого сектора и промзоны. Более точные прогнозы Кировский метеоцентр сможет дать в конце марта. Сейчас больше всего надзорные органы обеспокоены возможным загрязнением реки Вятки паводковыми водами после железнодорожной аварии на Нововятском переезде. Были небольшие превышения, но вот уже на протяжении более месяца мы проводим мониторинг, постоянно производим отбор проб и результаты нормальные. Нет никаких превышений и поэтому говорить о каких-то проблемах, связанных с этой аварией, я считаю, что не нужно. Однако остается опасность обычного для половодья загрязнения питьевой воды аммонийным азотом. Мы как служба, отвечающая за контролирующие качество питьевой воды в городе и в области, уже в прошлом году в паводок более-менее успокоились, потому что все-таки водозабор Кировский был готов. Была смонтирована новая система водоподготовки, которая обеспечивала как раз нормативную очистку воды из реки Вятки, в том числе и в период половодья. В этом году, естественно, тоже все необходимое уже готово, реактивов достаточно, установка работает, даже уже две ее линии смонтированы, поэтому вода будет в полном объеме чиститься. В целом по области уже отмечены случаи загрязнения водоемов, но все они не критичны и опасности для населения не представляют. По словам специалистов, ситуация связана с увеличением промышленных выбросов и сокращением строительства очистных сооружений в последние годы. К тому же около 80% имеющихся сооружений нуждаются в ремонте. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.